МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Удивительный союз слова и музыки в сочетании с добротой и проникновенностью текстов создает удивительный феномен авторской песни. Еще удивительнее, когда эта песня глубоко проникает в душу и заставляет себя менять. Таким вот даром обладает наша сегодняшняя гостья, автор и исполнитель Светлана Копылова. Я вас приветствую в нашей студии. Светлана, давайте сразу начнем проникать в душу с помощью музыки. С большим удовольствием! Встретились как-то раз случайно Средь тополиной вьюги Близкие в недалеком прошлом Бывшие две подруги Первую звали жизнь, вторая Смертью звалась рожденья Модница жизни в красивом платье И смерть в строгом облачении Жизнь пригласила смерть на ужин Столин взяв в ресторане И словно не было разлуки Не было расставания Лучший коньяк, закуска, фрукты Чедрое угощение Очень уж ей вернуть хотелось Смерть и расположение Смерть не была на жизни в обиде Просто другие взгляды И подружиться с ней, пожалуй Снова была бы рада Кстати, коньяк хороший, правда Чокнулись все по чину Но обойти не удалось Им ссор былой причины Вспомнили, как в ту ночь Подруги спорили, доредили Как злодокудрова младенца Между собой делили Как невозможно было слушать Матери плачь из окон Смерть, почему его взяла ты Разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного В жизни она сказала Господом было мне открыто Что я бы ожидала Если б ребенок жив остался Стал бы тогда убийцей Я черствев душой Не смог бы к Господу обратиться Надо же, так тут жизнь вдохнула Этого я не знала Но ты помнишь ту старуху Что тебя призывала И как мы с ней тогда просили Эти прервать мучения Но только ты призывам нашим Не придала значения Да, отвечала, смерть устала Помню я ту старуху Это она своим проклятием Дочь обрекла на муку Надо успеть приехать было Дочь или издалека Чтоб та сняла с нее проклятие Перед дорогой к воде Жизнь головою покачала Этого я не знала Но вот тот сорокаленький Тоже пожил мало Мало сказала, смерть сурова Только наделал много И никогда уже не стал он Он каяться перед Богом Тут телефон запела смерти Тихий мотив церковный Стало лицо ее бледнее Голос спокойным, ровным Извинившись перед жизнью Чмокнув ее неловко Проговорила, убегая Срочно Командировка Спасибо большое Но ваши песни, как всегда Проникновенно, глубоко и со смыслом И я бы хотела сразу представить Дмитрия Колтакова И спасибо большое за вашу прекрасную игру Известный гитарист тоже Светлана Ну вот в ваших песнях всегда, как я уже сказала Отображается очень глубокий смысл И вот пока я слушала У меня несколько раз пробежали даже мурашки по коже Я знаю, что у многих даже слезы выступают на глазах Это всегда очень-очень трогательно Но вот смысл песен Откуда вы берете? Это ведь всегда какие-то действительно истории Жизненные, сложные судьбы Ну вот конкретно эту песню Как-то вот она свыше пришла, так скажем А в основном я использую какие-то интересные сюжеты Я могу их как-то перетрансформировать под себя Но саму идею, если я зацепила, то дальше уже проще И всегда иду по принципу, что трогает конкретно меня Если меня зацепила, значит, как правило Так часто бывает, цепляет и моих зрителей Ну вот, кстати, многие имеют возможность прийти к вам на концерт Я знаю, что вы будете выступать в Симферополе, в Керчи, в Евпатории в ближайшие дни До этого также В Ялте В Ялте, да И ваши концерты, ваши залы всегда набирают огромное количество людей Буквально до последнего билета все раскупают То есть вот такие песни, притчи, да Это тот жанр, который вы представляете И в котором вы являетесь первооткрывательницей Они всегда имеют своего слушателя И, как правило, их много То есть вот такие православные песни, они тоже популярны? Вы знаете, я не стала бы сужать вот до православия Потому что я бы их назвала, скорее, эти песни нравственными Потому что нравственный человек не обязательно православный Может быть нравственным человеком кришнаит Может быть любой другой конфессии И очень часто ко мне на концерты приходят люди совершенно далекие от Бога Но которых привлекает именно вот эта вот какая-то духовная основа Которая у них есть, понимаете? Ведь душа человека по природе все равно христианка Может быть сам человек об этом даже не догадывается Поэтому я не стала бы сужать вот именно до рамок православия Но эти люди, которые приходят к вам на концерт Они же приходят не просто как на обычные концерты Где хочется потанцевать, повеселиться Здесь приходят за глубиной, как я уже говорила Значит, за тем, что заставляет переосмыслить свою жизнь Вот вы замечали, что у кого-то что-то в жизни меняется После того, как они приходят к вашей песне? Очень часто об этом свидетельствуют и письма, и рассказы людей Но я не стала бы приписывать это себе Потому что я всегда говорю, это Господь Через песни что-то в вас какие-то струны затронул Но у меня не только грустные есть песни У меня есть веселые, и дети иногда даже танцуют под них Поэтому пусть люди не боятся, что они придут и будут весь концерт плакать Отнюдь нет У меня есть очень и забавные, и смешные, и просто хохотливые песни Ну вот сейчас вы приехали к нам, наверное, с новым альбомом Со своим, который уже 17-й по счету Да, 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 да Это лирический альбом Немножко отличается от того, что я делала ранее Потому что я взяла тему, такую глобальную тему любви И не просто любви к Богу, к природе, к матери Но и любви к противоположному полу Ведь это всем нам присуще И всех нас трогает Поэтому я думаю, что альбом такой лирический Тоже будет интересен моим дорогим слушателям Ну вот хотя о любви, конечно, очень сложно рассуждать И даже если спросить, что такое любовь Каждый ответит по-своему И не всегда найдет какой-то ответ на этот вопрос Вы хотите, чтобы я ответила, что такое любовь? Да, Сылья, вы мне задали, конечно, задачку Но любовь – это, конечно же, чувство Чувство, которое окрыляет Которое заставляет творить Приносить радость близкому человеку Чувство, конечно, чуждое ревности И такой, знаете, самости Мне-мне-мне, а любовь, она, конечно, отдает Но тогда, мне кажется, далеко не все приходят к этому чувству Возможно, возможно, но этому можно научиться Если вы будете делать какому-то неприятному вам человеку что-то доброе И чем больше вы делаете этого добра, тем больше вы будете к нему проникаться, к этому человеку И в конце концов вы можете ощутить даже что-то наподобие Если человек только берет, то, конечно, ему трудно полюбить Это эго такое, знаете Светлана, а у вас было в жизни такое, что приходилось полюбить того человека И вот к нему начать относиться по-новому Несмотря на то, что он вызывал какие-то, может, отрицательные чувства? Я всю жизнь стараюсь это делать По крайней мере, последние годы, когда я уже осознанно в этом мире существую И понимаю, ради чего мы сюда пришли Я стараюсь, я стараюсь прощать врагов, я стараюсь их оправдывать Я стараюсь благотворить Но, конечно, я не святой человек, поэтому у меня очень редко это получается Расскажите, пожалуйста, еще по поводу своих концертов Будут ли там, может, какие-то еще удивительные вещи О которых зритель не догадывается У меня будет на одном концерте в Евпатории маленький сюрприз Дело в том, что я однажды в интернете увидела статью Где было написано про маленькую девочку Нику Которая больна ДЦП И она написала У меня мечта спеть со Светланой Копыловой на одной сцене И моя помощница Алена разыскала эту девочку И вот она в Евпатории будет исполнять песню Она сейчас готовится У нее прекрасный голосочек Она такая красивая, трогательная девочка И я думаю, что это будет интересно для моих зрителей, которые придут, я надеюсь Да, я думаю, что это действительно тоже очень трогательно И вот песня исцеляет Возможно, где-то кому-то и поможет И этот случай, этот пример тоже И поддерживает, и исцеляет Но повторюсь, что это не моя заслуга Моя заслуга только, ну, может быть, услышать, прочувствовать Преломить как-то это в своем сердце И подать зрителям Спасибо большое К сожалению, очень мало времени для беседы Хотя можно говорить о вечно-вечно Это действительно, это точно Но хотелось бы сказать, что вы еще в Крыму Поэтому кто не успел купить билеты, пусть торопятся Я смотрела, заходила на некоторые сайты, где можно приобрести билеты И видела, что практически уже все везде раскуплено Осталось совсем мало Так что нужно торопиться Не пугайте, все попадут Все попадут обязательно Все попадут Спасибо большое Благодарю за то, что вы сегодня к нам пришли Ну, а на этом с вами прощаемся До встречи на нашем телеканале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому